Да, далеко мы ушли, можно сказать, на самое дно. Смотрите, 12 ноября 2021 года, такая шокирующая новость. Один из нападающих на журналистов в УкрЭксимбанке вернулся на работу под аплодисменты. Представляете, вот он этот нападавший, вот председатель правления с Кривого Рога, с родины Зеленского. И смотрите, вот он идет, и его весь коллектив приветствует как героя, что он журналистов душили, им было больно журналистам, они там кричали. Смотрите, весь банк собрался, приветствует его, все это вообще шок. Смотрите, какой банк, сколько сотрудников, какое вот это, и приличные там зарплаты, это главное управление, как говорится. Вон и краны, и котировок там, и все такое. Смотрите, это все за наш счет, это государственный банк. И они радуются, аплодируют, что фактически в любой стране мира такого никто и представить не может. Смотрите, он откуда-то приехал в Украину, Тельбизов фамилия, это не славянская фамилия. Тут душит журналиста, вырывают камеру, уничтожают материалы, нарушают законы, и весь банк радуется. Это, конечно, уже предел всему, это уже, тут нечего сказать. Смотрите, он как герой вернулся, хотя на них там возбудили уголовные дела на троих человек. Председатель правления ушел, потом, видите, и, ну, это весь мир тогда содрогнулся, что в госбанке напали на журналистов, а их двоих, вот теперь, которые душили, вот там вот, или там захвата эти делали болевые, вернули на работу. Это, конечно, разогнать, пишут этот серпентарий, пускай улицы подметают больше корости. Гра в имитации. Вот это кое-шоу работников государственного банка. О какой уважении к банковской системе может идти речь. После этого нужно разогнать как правление банка, так и его наглядовый совет. Тогда будут набирать на топ посады порядочных людей, а не всяких барбосов. Это, конечно, ужас, это шок, что те, кто нападали, вместо того, чтобы сидеть, отбывать наказание, они возвращаются на работу и дальше будут продолжать за ваш счет работать в государственном банке. Вот вам еще один пример зоополитики и зоэтики. Все правильно, этот верзило делал, когда ломал журналистов. Нечего им совать нос, банковские махинации. Место сидения определяет точку зрения. Вот такая у нас продажная и коррумпированная правоохранительная система. Даже до логичного завершения дела довести не могут. Было, аж видеоматериалы восстановило радио Свобода. Вот эти журналисты, те, что они удалили. Это, конечно, шок. Это после этого. Мы тогда удивлялись, что за Хангадзе то случилось, потом там с другими журналистами. Но когда это плевок всем жителям Украины в лицо. Люди должны, конечно, чтобы их осудили по уголовной статье. Банк худший в Украине. Вот так вот. Это, конечно, я сам удивлен такой новости. Тут уже с нашей страной, наверное, ничего не поделаешь. Тех работников действительно надо всех идентифицировать, кто хлопал и уволить. С получим каким-то билетом. То уже не люди просто.